Сегодня иллюстрационная комиссия Одесской области потребовала уволить замначальника ОБУЛ УВД, руководителя следственного управления Станислава Дикова. Активисты провели небольшой пикет под следственным управлением и встретились с правоохранителем в его кабинете. Детали у наших корреспондентов. Активисты иллюстрационной комиссии готовятся к пикету следственного управления областной милиции. Их требование – иллюстрировать ее руководителя и по совместительству замначальника ОБУЛ УВД Станислава Дикова. Когда объект пристального внимания иллюстраторов появляется на рабочем месте, пикетчики вместе с ним заходят в кабинет для беседы. Вы подпадаете под тот период, это с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года вы находились на руководящей должности и подлежите автоматической иллюстрации. Пришлись спросить, почему вы еще не попали под нее. В период, который предусматривает закон иллюстрации, необходимо было больше года находиться в должности руководителя в период, определенный период, вы прекрасно знаете какой, да? У меня получается 8 месяцев там находился. Я начальником следственного управления ОБУЛ УВД и автоматически я не подпадаю под увольнение согласно пункта первого закона иллюстрации. Согласно пункту второго закона иллюстрации, я подпадаю под него, поскольку не написал рапорт, как написано в законе иллюстрации об увольнении в этот период. Но в связи с тем, что я являюсь участником ОТО, участником боевых действий, я прохожу иллюстрацию на общих основаниях. Активисты говорят, уже было немало скандалов с удостоверениями участников боевых действий, которые оформляют правоохранители и чиновники, чтобы избежать иллюстрации. Доверять сегодня вот этим корочкам мы естественно не будем. Мы будем всячески сейчас проводить проверку, почему вот это удостоверение, либо эта информация была скрыта в средствах массовой информации. Почему сегодня, ну много очень, почему, но сегодня мы даем себе такую задачу в течение месяца разобраться полностью с этим, персонально вот с этим сотрудником. И я все-таки уверен, что в течение месяца мы не допустим, чтобы данные сотрудники находились в столь важном регионе, в таком важном управлении, как следственное управление Одесской области. По словам люстраторов, столь пристальное внимание к главе следственного управления связано еще с тем, что его перевели из Николаева в Одессу вместе с Олегом Макухой, начальником городского управления милиции, которого задержали на взятке в 20 тысяч долларов США. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.